Новое руководство Банка России с 2014 года отозвало лицензии более чем 300 с лишним коммерческих банков. В основном это небольшие мелкие банки, которые выживали на банковском рынке, благодаря тому, что занимались подобной противоправной деятельностью по отмыванию денег, или, проще говоря, обналичиванию и переводу за рубеж денежных средств по заказам клиентов. Следует приветствовать такие шаги регулятора, поскольку банковская система России очищается от неустойчивых кредитных организаций, нарушающих законы и нормативы Банка России. Несмотря на то, что они оба входили в систему страхования вкладов, их деятельность по осуществлению и оказанию банковских услуг нельзя назвать законной. Поэтому, чем меньше таких банков будет в России, тем лучше. С другой стороны, нельзя не признать, что курс ЦБ направлен на поддержку крупных, в том числе государственных банков, приводит к тому, что мелким банкам не на чем зарабатывать в тфере банковских услуг, кроме как опускаясь в нишу отмывания денег расчетами с подпольными казино и другими нелегальными видами бизнеса. У них просто нет подобных других легальных способов выживания. Поэтому, по оценкам рейтинга Агентства Эксперт, за 2021 год более 30 кредитных организаций уйдут с рынка. Либо путем отзыва лицензии, как в данном случае, либо путем самоликвидации, прекращения финансирования акционерами, либо путем слияния с более крупными банками.